здравствуйте дорогие мои друзья я рад вас всех видеть мы поговорим сегодня с вами о мерах которые принимаются в нашей стране по распространению коронавируса и важно правильно оценить все что происходит я недавно видел как люди ну идут вот было не недавно потепление все шли в парке возле речек там жарили шашлыки вот есть такое понятие первое время чумы знаете это понятие его не придумали просто так потому что когда наступает вот такое время когда ну все говорят о какой-то самоизоляции там и все прочее хочется просто взять и отдохнуть от этого все потому что трудно же постоянно сидеть дома и пойти куда-нибудь подышать воздухом ну в конце концов все-таки жизнь есть жизнь хочется же как-то расслабиться вот знаете если человек просто дышит а ты стоишь на расстоянии двух метров то все вирусы у тебя уже внутри причем как бы некоторые неправильно помню не поняли мои советы по куркуму и имбире я говорил о том что эти продукты они угнетают вирус не дают ему размножаться кстати это не касается черного перца допустим веток сосны иголок не касается белого перца там вот этих ну как бы традиционных древних вот этих всех средств желтой горчицы которые действуют противовирусно этот вирус никак на них не реагирует он реагирует именно на имбирь и куркуму но это не значит что он не подпускает эти вирусы к слизистым носу рта понимаете на кожу он не от полную то есть он не обладает такой возможностью их все всех и вирусы распугивать такой возможностью обладает просто обычная изоляция то есть вот допустим нельзя же люди одевают допустим вот эти вот средства индивидуальной защиты во время химических каких-то поражений или бактериологических поражений это же ну не зря все придумано и таким же средством индивидуальной защиты является ваш собственный дом ну то есть еще раз повторяю что вирус он может проникнуть в организм просто так потому что вы рядом стоите с человеком который дышит дыхание если вы как хотите понять что такое дыхание вот и вот я думаю что вы были в местах где люди курят и замечали что вы проходите мимо курильщика где-то на расстоянии пяти метров и вы дышите его дымом из его и от его сигареты вот вы удивляетесь как так так далеко и все равно дым дошел до меня потому что чуть подул небольшой легкий ветерок и все весят от его дыхание все дыхание оказалось у вас носу понимаете вот теперь представьте что вместо этого дыма человек за секунду выдыхает миллионы вирусов понимаете эти все миллионы вирусов раз и вдохнули все вирус очень хорошо он попал внутрь понимаете это то что ему нужно для того чтобы дальше двигаться вперед то есть он сидит какое-то время на слизистых носа носоглотки потом дальше идет бронхи потом дальше идет в легкие потом дальше подавляется иммунитет начинается бактериальная пневмония человек окажется приниматься на искусственной вентиляции легкие понимаете от одного до другого может пройти всего 10-14 дней ну то есть это не так много вот таким образом для чего придуманы эти меры самоизоляции понимаете вот смотрите сейчас возьмем китай допустим да у них там заболела 50 тысяч там человек с лишним ушло из жизни 3100 там 200 сейчас уже и все тогда говорили ой как как это все ужасно но сейчас если посмотреть на весь мир то все гораздо ужаснее потому что заболела уже 800 с лишним тысяч и ушло из жизни 30 почти 38 тысяч человек понимаете это придумано все или не придумано некоторые говорят придумано ну как это придумано то есть в мире идут сводки вот всемирная организация здравоохранения публикует прямо есть сайт где описывается каждый день сколько заболевших сколько умерших сколько выздоровевших людей объявлена пандемия пандемии это не пандемия это означает что эпидемия распространилась на все страны мира то есть болеет земля болеет все все человечество и каждый из нас должен быть очень серьезен в этом вопросе то есть надо понять четко что сейчас самое лучшее научиться как правильно быть счастливым дома потому что если вы будете несчастные дома то вы будете ругаться с женой в истерике пойдете на улицу там в истерике вдохнете чей-то вирус и придете домой заражать всех своих родственников и убивать их поэтому самое лучшее научитесь дома быть счастливыми означает нужно есть много комплексов понимаете упражнения счастливым означает двигаться вот если человек допустим дома в гиподинамии находится ему хочется равни размяться он начинает выбегать на улицу я сейчас стою возле своего дома и это видите частный дом здесь никого вокруг нет поэтому если могу позволить стоять снаружи но если вы находитесь довольствием живете в панельном доме там понимаете этот вирус у него есть уникальная возможность он может оставаться на разных предметах долго до восьми там часов и так далее понимаете то есть вы дотрагиваетесь до этого предмета потом ну скорее всего этот вирус просто в результате опять же вашего дыхания он попадает вам в бронхи в легкие то есть я до конца не понимаю как он может со слизистой проникать скорее всего опять через дыхательные пути через слизистые открытые или вы допустим берете рукой дотрагиваетесь до глаз опять это слизистые или до носа там ковыряться в носу у нас все любят вот он прямо в носу у вас уже вирус все вы дотронулись до какого-то предмета он там сидел этот вирус на на этом предмете потом дальше вы поковырялись носу потерли себе лицо вот он уже внутри вас все пройдет 14 дней и можно уже прощаться жизни особенно пожилым людям почему пожилым потому что у них больше склонности к застою вот этой вот гиповентиляции легких и есть определенное снижение иммунитета там и так далее есть признаки также мужчины чаще страдают этот вирус и чем женщины но не имеет значения понимаете уже и случае грудных детей как они погибли от вируса и молодежи и так далее то есть мы никто от него не защищены ну то есть преувеличены слухи или нет давайте посмотрим данные всемирной организации здравоохранения по прошлым эпидемиям вот девятьсот восемнадцатый девятнадцатый год всем известно испанка испанский грипп 20 от 20 до 50 миллионов умерло что составляет 33 процента населения понимаете смертность среди заболевших было 10-20 процентов просто факты не до конца точной поэтому так приблизительно вот так вот там сложно было видно делать статистику дальше песня 1957 58 грипп а год азиатский грипп от 1-4 миллиона умерла вот это огромные цифры это все вот пандемии которые были 1968 год гонконгский грипп 1-4 миллиона умерло то есть тирает 4 миллиона вот свиной грипп 100 тысяч тирает 400 тысяч человек умерла за первый год заболела 1 миллион человек смертность среди заболевших составил десять процентов а по коронавирусу смертность пять процентов ну то есть сейчас допустим заболела восемьсот одна тысяча и около тридцати восьми тысяч умерла это примерно около пяти процентов это много или мало вот представьте допустим вот у меня допустим я где-то со мной живет вместе порядка 150 моих знакомых они часто болеют гриппом там орзе никто ни разу от этого не умер понимаете хотя говорится там от гриппа может быть смертность до одного процента но это значит что вот все заболели гриппом там 100 человек заболела один умер но такого же мы не видели то есть нет такого что вот мы там заболели 100 человек один умер а здесь пять понимаете то есть пять человек 5 100 человек заболело ваших знакомых и пять из них ушло из жизни и это самые дорогие вот люди которых мы бережем это наши мамы папы там взрослые какие-то может быть немножко больные люди с легкими там которых одышка там и так далее нам это надо вот мы должны сейчас очень серьезно об этом задуматься в россии пока этого еще не началось в испании уже гробы некуда ставить понимаете в италии у меня родная сестра живет там они из дома не выходят и боятся всего и правильно делают понимаете то есть это может здесь быть уже через две недели давайте сейчас все перестанем быть вот в этом каком-то странном состоянии в котором в этой странной эйфории в которой мы сейчас находимся типа да как бы все будет нормально надо просто научиться жить дома понимаете это означает делать наклоны допустим вот я каждый каждый день стараюсь делать зарядку просто зарядку дома допустим меня есть такой комплекс я делаю до двухсот наклонов делаю до 60 приседаний 30 отжиманий это мой стандартный комплекс на руках стою вот мне 55 лет и я много работаю там за компьютером и мне вот эти комплексы домашние часто не всегда можно выйти на улицу хотя люблю и пробей пробежку делать вот но сейчас не время понимаете вот не время выпендриваться будем так говорить перед своей судьбой вот надо сейчас наоборот себя поберечь также очень важно понять что даже если вы сидите возле компьютера но периодически вставайте ходите по телефону разговаривать тоже ходите понимаете движение дает возможность адаптироваться и находиться дома она дает возможность вам не не вот это в депрессия не входить не ругаться женой не выбегать в сумасшествие на улицу или еще куда-нибудь понимаете ну то есть нужно научиться жить дома очень важно также проветривать помещение потому что когда его не проветриваешь что это тоже есть же сезонные гриппы их никто не отменял но сейчас допустим москве идет сезонный грипп такой который лечится кстати белым перцем и и куркумой вот он вызывает слизь ну глаза слезятся там начинаются головные такие тяжесть голове неприятные ощущения вот ну ну как бы вы все равно вам сложно будет отличить вот этот сезонный грипп от коронавируса при коронавирусе мы знаем симптомы то есть начинается сначала такой ну сухой кашель такой немножко сдавливание в груди ощущение что мне чуть чуть тяжелее дышать как будто спертый воздух такое ну тяжеловатое ощущение в груди кажется что может быть там я не знаю я недостаточно двигался там еще сейчас есть советы такие вот каждый день делать задержку дыхание на 20 секунд и смотреть я нормально дышу держу дыхание или нет если нормально дышу держу значит у меня нет этого гриппа ну опять же понимаете мы не должны рисковать если появилась температура есть сухой кашель есть одышка то надо сходить и провериться то есть сделать тест как-то защитить себя своих близких не надо бояться что придется лежать в больнице ну а что делать мы же все люди ну как бы ради того ради своего комфорта часто люди они разрушают жизни близких вот таким примером является роды на дому вот я тоже женщин ради своего комфорта готовы лишиться жизни своего ребенка то есть и так далее это все вот это все просто наша человеческая глупость вот я противник вот этих всех вещей понимаете то есть заболели грипп тяжелый чувствуете сухое ну если влажный там важный насморк там кашель ну скорее всего это не коронавирус коронавирус именно все сухо понимаете сухой сухой кашель вот во рту сухо тоже в носу сухо то есть сухой слизистых это призна и плюс температура потихоньку поднимается так незаметненько вот это вот вот этот вот грипп он очень вот именно так проявляется и это сразу надо бить тревогу когда вы реально чувствуете такие вещи вот что делать нужно нужно пить водичку тепленькую периодически может быть раз в 10-15 минут маленькими небольшими глоточками вот для чего для того чтобы смывать вирус желудок в желудке он уже ничего не может делать если у человека пищеварение хорошее он там полностью уничтожается дальше протирать салфетками все с чем ты соприкасаешься желательно иметь спиртовые салфетки то есть руки протирать свой компьютер протирать если вы допустим вышли на улицу можно протереть одежду это тоже не возбраняется вот лицо одежду допустим вышли на улицу чтобы он там с кожи с вашей никуда не попал допустим он вы не вдохнули он он попал на кожу ну против потрите себя там поддите под душ это же элементарно сходить после улицы под душ постоять и потом жить смело понимаете ну то есть вот это питье воды вот это теплое смывать все со слизистых внутрь потом хороший метод очень это промывать нос и гортань вот это с солью понимаете вот это вот так вот вы изучите это как это делать то есть ты пьешь соль соленую водичку такую и вы как бы выплевываешь изо рта все вся носоглотка все слизистые будут хорошо промываться и вот от сезонного гриппа это крутейший просто способ у меня жена она склонна к этим всем инфекциям она когда начинается какой-то сезонный грипп она каждый день промывает слизистую носа с солью и все то есть она не болеет просто потому что все эти инфекции начинаются со слизистой носа и носоглотки как только мы это все промыли до свидания вирус не дальше уже не может пойти потому что соленая вода не дает ему проникнуть внутрь вот то есть вот такие вот простые вещи то есть самоизоляция не стараться радостно жить дома то есть достаточно должно быть еще раз повторяю свежего воздуха вот проветривайте помещение потому что если вы не проветривайте спертый воздух вас выталкивает на улицу а если вы выбежали на улицу то значит дальше есть вероятность что вы с кем-нибудь познакомитесь неосознанно вот кто болеет этим вирусом таким образом давайте будем серьезными понимаете то есть вирус еще распространяется то есть есть такое понятие вот когда купол инфекции потом все идет на спад понимаете у нас нет сейчас этого купола 800 тысяч заболело это каждый день прибавляется по 50 60 80 тысяч человек понимаете пройдет неделя уже будет 23 миллиона больных это мы рекорды сейчас пробиваем по по этому гриппу мы скорее всего будет больше чем при азиатском гонконгском гриппе и так далее мои дорогие друзья попытайтесь это понять никто не отменял вот усиливать иммунитет свой есть имбирь есть куркуму если у вас допустим есть признаки какие-то инфекции то любой инфекции неважно чтобы обезопасить себя от этой инфекции сразу же ставьте повязки такой такие пропорции 3 части куркум 3 части имбиря две части куркумы вот то есть кусочек имбиря берите и поменьше кусочек куркумы оставьте на левую руку левую ногу там где запястье где часы носят и лодыжка где носки спереди спереди ноги вот самая нижняя часть ноги спереди и на руку там где часы прямо внутри ткани ставьте вот эти повязки это аппликаторная рефлексотерапия я запатентовал эту методику 25 лет назад и и с этого времени я постоянно изучаю изучают от метод он очень хорош для того чтобы усиливать иммунитет и ослаблять вот эти все вирусные инфекции вот сейчас понятно мы всей лекции фестивали отменили потому что идет карантин и надо быть солидарным с этим со всем вот таким образом остаемся дома вот час чаще встаем под душ пьем тепленькую водичку задерживаем дыхание проверяем как у нас там и вентиляция легких а делаем зарядку каждый день укрепляем свой иммунитет вот не ругаемся желаем всем счастья совершаем молитву это время кстати сайзали самоизоляции классное время для того чтобы научиться погружаться в духовную жизнь если у вас есть какая-то вера то молитесь своей вере если нет то просто повторяйте я желаю всем счастья или медитацию какую-то проводите ну то есть это время когда человек осознает какие-то ценности переосознают внутренние но самое главное не надо паниковать не надо ходить с кислыми физиономии потому что просто человек если чуть-чуть ходит испорчен в настроении его иммунитет снижается в разы то есть это вызов вызов всей земли сей земле сейчас всему человечеству вызов мы должны быть оптимистами это не означает радостно выбегать на улицу и кричать а нам все равно не боимся мы волка и совы оптимизм означает сохранять радостное спокойствие молитву побеждать судьбу слушаться старших потому что власти сейчас заботятся о нашем благе и мы должны быть законопослушными в этом плане потому что ведь и в китае хорошо изолировались и в результате остановили инфекцию а в других странах пренебрегли этим правилам и сейчас пожинают горькие горькие плоды желаю вам всем счастья любви радости надеюсь что вы меня услышали всем доброго